Привет друзья, с вами Антиквар и мы продолжаем проходить сценарий третьих героев в приложении Рок Безды. На очереди у нас очередной сценарий на средней карте, на карте среднего размера, так будет правильнее, называется он Пират. Итак, в море преуспевания есть острова, являющиеся домом для пиратов. Мы были посланы с небольшим отрядом, чтобы захватить замок и построить на его основе базу для борьбы с пиратами. Так, против нас по дефолту играет крепость, цитадель, башня и замок. Кто должен бороться с пиратами, да, ну по-хорошему это должен делать замок. Мне кажется это будет правильно, да, такое человеческое, история вполне себе в духе человеческого рода. Ну и борьба с пиратами, для рыцарей, да, это самое то. Давайте мы выберем себе героя по душе. Так, может быть Терен, с его стрельбой. Давайте попробуем, выбираем деньги. Ну и поехали. В море преуспевания есть группа пиратов, которые грабят наши корабли. Вам дали небольшой отряд, чтобы захватить северо-западный остров, откуда вы начнете свою кампанию против пиратов. Нас прям принуждают, да, идти на северо-западный остров. И брать остров. Так, отряд у нас, кстати, неплохой есть. Так, принуждают нас идти на северо-запад за островом. Так, то есть северо-запад это у нас вот здесь, да, то есть нам надо как-то идти вот так по дорожке. А наши оппоненты где-то рассредоточены по миру. Так. А что если нам немножко нарушить правила, да, по которым нас хотят заставить играть разработчики и отправиться на юг? Возможно мы сумеем выбить таким образом сразу же одного из оппонентов. Что упростить нам иначе. Но это пока размышления. Так, что у нас есть? У нас есть эксперт-лидерство, продвинутая стрельба, базовая поместья. Орен, рыцарь 5-го урона. Поступив на военную службу, Орен принялся усердно обучаться осадному делу у одного из лучших тактиков Иеррафии. Теперь он сам учит всех новобранцев, приходящих в его стрелковый отряд, метко стрелять на вес. Так, ну хорошо. Давайте вот, на самом деле, я попробую так и сделать. Не знаю, насколько нам у нас будет мудрость. Мы все-таки решили затеять Блицкрик. Еще изменить нам хотят присоединиться. Ну так это же прекрасно. С удовольствием их приму. С чего вдруг они решили это сделать-то? Ну, ладно. Наше лидерство вполне себе позволяет это делать. Так. Хорошо. Оп. А вот наш оппонент. А вот он и наш оппонент. Так. Это Барбор у нас, да? Ага. Ну, прекрасно. Книжка у нас есть? Книжки у нас нет. Если честно, шестерков меня мало интересует, да? Мне гораздо будут страшнее вот эти вот ребята. Так, ладно, мы здесь пока пропустим. Ага. Так. Книжки, конечно, повеселее стрелял, чем арболитчик у него лучше. Ну, давайте волков, да, мы, наверное, попробуем тоже. Здесь мы поступим вот таким образом. Изначально это в мои планы исходить. Стрелков мы выводим из игры. Ну, что, в птицу, да, начинаем, наверное, стрелять. Она еще не долетает. Вот, прекрасно. А если вот так? Кентавр попадает под раздачу, и все понятно. Один арболитчик, в итоге шесть кентавр. Очень и очень неплохо. Экспертное поместье у нас. И замок просто нам падает в руки, как переспелый плод. Так, вот еще один, да, герой врага. Так, давайте мы отстаемся в замке. Смотрите, какая у нас вырисовывается интересная картина, друзья. Значит, вероятнее всего, вот здесь есть нейтральный замок, который по замыслу разработчиков мы должны были брать. Если бы пошли вот сюда, да, но тем самым мы бы дали время компьютерному оппоненту как-то собраться с духом и подготовиться, да, к встрече с нами. К нему мы без проблем попали по суше. Дорога отходит куда-то дальше, да, на восток. Давайте мы отправимся дальше, возможно, мы сможем там занять еще один замок компьютера, потому что для первой недели армия у нас, ну, весьма себе. Да, здесь же мы, что, давайте построим чертоги Волгалы. Увеличим атаку нашего персонажа. Угу, вот она дорога пошла. Ага. Так, остались мы без замка. Ну, на самом деле, играть варварским замком не так, чтобы и сильно улыбается. Посмотреть, кто у нас еще, да, то есть у нас еще есть. Крепость, башня и замок. Так, я даже не знаю, если честно. Давайте все-таки мы, наверное, уничтожим оппонента до конца. Таким образом. Очень просто, легко, без потерь. Здесь мы получаем немножко опыта. Так, здесь мы шли. Так, давайте эльфов мы так приструним. Нападать, не нападать или уже кем-то не. Давайте, наверное, нападем, ударим. Ага. Так, ну, это все. Очень мило, конечно, но... Мы не возражаем против такого расклада. Ну, в общем-то, все. В общем-то... Да, мы теряем в итоге одного пятичика. Прекрасно. Прекрасно. Базовое нападение или эксперт-стрельба. Давайте я, наверное, возьму эксперт-стрельбу. Она на 50% увеличивает урон нашим стрелкам. Понимаю, что я подставляюсь немножко, да, и нам могут впихнуть какой-то навык. Не очень интересно. Или взять базовое нападение. Даже не знаю. Нет, давайте все-таки пойдем через эксперт-стрельбу. Да, мы оранжевого побеждаем. Ну, идем дальше. Здесь мы сейчас найдем героя. У нас на пути пираты, да? Уже тут более серьезный заслон. Более серьезный заслон. Так. Астрикозы неужели наши по прямой не долетают? Сколько? 13 спорят. Да должны же, по идее, они долетают. Давайте мы вот так сделаем и попробуем пробиться. Ну, тогда же. Ну, вот, 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 вот. Ну, тогда же. Отлично. 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 Да, ну, прекрасно. А, ну, да? Ни-и-и- Ни-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. В случае чего еще и войска подвезем нашему основному товарищу. Корабль из главных земель привез поддержку. Прекрасная поддержка. И знаете у меня такое ощущение, что мы прям вот нашим таким решением, наверное здесь замок будет, наверное, седьмой день, мы прям как раз успеваем. Так вот, наверное таким вот решением, не самым тривиальным, мы прям поломали задумку создателям карты. То есть мы должны были как-то пойти другим путем, более спокойным, да, через занятия замка верхнего. А мы вот что сделали. Так, знаете, я не буду отстраивать варварский замок. Почему? Потому что карта морская, открытая, по-любому кто-то приплывет сюда его отнимать. Я не уверен, что я смогу его отбить. А вот башню захватить, это интересно. Так, не сказать, что она прям сильно обстроена была. Так. Ну, давайте мы, наверное, не... Так, 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 так. Что у нас с моралью, кстати? Экспертное лидерство. Деньги есть. Так, давайте мы попробуем набраться наглости еще больше. И пойдем дальше по карте. Насколько я понимаю, продолжая движение, да, по этой дороге мы должны выйти к замку другого оппонента. Ну, давайте поведем, выйдем. Так, здесь пропускаем. Магии у героя нет. Маны. Так, гардени здесь будут. Ага, они еще и не долетают. Ну, это же прелестно, друзья. Это же прелестно. Неприятность, да, такие неприятные создания. Горгунь его оппонента. Взяли и добежали. Получили мораль и проектили. Базовые доспехи. Ну, ничем не хуже, чем... Атака, на мой взгляд, с эффективной. Отлично. Так, здесь что? Здесь мы продолжаем собирать всякую всячину. И продолжаем двигаться вперед. Не вижу причин, чтобы не делать этого. Так, интересно, что за замок будет следующим. Ага, жутко, еда, но ее тоже надо убивать. Потому как... Ага, тут уже более серьезная история. Конечно, герой до страннее нашего нет стрелковых, да? Да, то есть вот такие всякие штуки интересные. Типа, ускорение, уволение. Да, давайте вот. Так, будем действовать. Раз вы хотите голема у нас поджать, то мы уйдем в глухую оборону. Ну, что ты стоишь кентабром? Почему? Почему? Интересно. Наш приятель прям залип здесь. Так, скорость восемь. Так, так-так-так-так-так-так-так. Давайте мы так сделаем. И вернемся на исходную пасть. Гремлину мы теряем. Ну, это не так страшно. Так, ну что же, это интересно. Это прям интересный расклад. Да, 20 грамм минус 4. Да, фиолетовый керпит поражение. Никакая магия нам не нужна. У тебя нет в принципе, да? Продвигаем доспехи. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, здесь, наверное, имеет смысл отстраивать башню, да? Потому что если мы не добьемся успеха нашим Блицкрипом, то нам нужен будет плацдарм, да? Где бы мы могли закрепиться. Башня мне в этом плане любится отличным вариантом. Здесь тоже мы продолжаем собирать ресурсы. Слушайте, пока мне очень нравится, да? То, как все происходит. Многообещающее начало. Я бы так сказал. Куда нам идти? Направо или налево? Что-то бы не хотелось. Мы, наверное, ошиблись, да? Наверное, нам надо идти налево. Ну, зато мы получили еще две атаки. Так, ладно. Ладно. Это все не так и важно. Это все нюансы и детали. Угу. Продолжаем отстраивать башню. Башню. И хочется найти замок. Так, вот герой Гидры, да? Видимо, замок Гидры выше. А здесь, наверное, замок. Прекрасно. Задача предельно проста. Нам нужно взять замок. Угу. Многообещение. Угу. Так. Кристаллов, да, я не вижу. Единственная, наверняка. А так, ну, это тоже Лирика. И перестроим муниципалитет. Так, и вот он. И вот он замок. Но мы его тоже должны брать. Смотрите, даже цитадем здесь не построен. Такое впечатление, что оппонент не ждал, да, что вот было запланировано. Что мы играем именно через захват нейтрального замка. Куда нас так дружно и отправляли. Нас отправляли, а мы не пошли. Молодцы. Нападем на мечников. Так, здесь, наверное, греконов будем картовать. Таким образом, кентавра уже ясно, что расходный материал, который у нас весь будет потрачен. Ну, дырку мы сделали в стене. Четыре, пять. Пять. Так мы всеми давайте отойдем. А стрелки пусть сделают свою работу. Ну, таким мы бы хотя. Хотя, хотя. Нет, давайте отойдем. Что нам, нарываться ли? Понятно, сейчас будет магия. Ну, это все ерунда. Нам это не очень все страшно. Ну, все. Третий герой. Третий. Наш оппонент, ну, не до конца пал, видимо, он отправил кого-то в море. Так, мы еще и магию получаем. Так, пятый день. Здесь мы сумеем пополнить нашу армию. Что, я думаю, обязательно нужно сделать. Здесь мы получим денег. Ну, пока все... Здесь ничего нет. Более чем интересно, все развивается. Ага, бирюзовый терпит поражение, значит... А, ну, правильно. Бирюзовый должен терпеть поражение. Это тут замок, которого я... Тут... Замок, который я сейчас захватил, да? Ну, а на что, остается только гидра? Ну, так... Прекрасно. Что тянуть? Супер мака? Угу. Ну, а на мака, ну, там. Ну, да. Ну, па дай. Ну, па дай. Ну, па дай. Ну, па дай. Ну, и все, и больше он у нас не будет обижать. Шесть арбалейчиков. Так... Удачу давайте возьмем. Почему бы и нет. Идем за последним замком. Если что... Войска мне сейчас подвезут. Из рельсерного замка. Прекрасно все. Да, выходит у нас, смотрите, какой чудный блицкрик. Неожиданный, если честно, для меня. В... Ну, так... Серьезно неожиданный. Реально я не ожидал, что можно его провернуть. Ну, по всему выходит, что ну, только можно, но и нужно. Давайте подвезем арбалейчиков, уже улучшенных нашему герою. Следующий ход. Это нам вообще понадобится. Так, седьмой день. Здесь все не стоим. Здесь имеет смысл кого-нибудь улучшить еще. Так, может быть, он Грифонов. И Грифонов еще поднести, да? Все-таки нам стены штурмовать. Да, давайте, наверное, вот так и сделаем. Наймем Соршу. Вот она четвертого уровня. Видимо, она и была в этом замке, да? Улучшаем Грифонов. Арбалейчиков. И вот таким образом нанимаем отряд. Так, мы мечников возьмем, чтобы у нее кто-то остался. Так. Ну и отправляем на север. Все это, видите? Так. А сами тем временем ищем замок. Так. Стрелки, да? Сумеем мы победить. Есть некоторые сомнения на этот счет. Ну, давайте. А почему бы и нет? Почему бы нам не применить Блицкриг? Блицкриг. До конца его не развить. Или все-таки забрать? Аааа. Подкрепление. Давайте нападать. Давайте все-таки нападать. Здесь. Компьютер почитал нам даже победу без магии. Из всех вот этих вот придут. Ну и... Постреляем. Ага. Здесь. Давайте наверно сосредоточимся. все-таки шестого уровня здесь выстрелим не очень приятно так но никто не говорил что будет приятно нам всю дорогу да никто этого и не обещал давайте здесь разбирать так бычок бычка мы отойдем возиться с ним не интересно прямом столкновение так биверна мы сейчас добьем пики щеками давайте наверно выстрелим быки серьезные в этом замке но тут добиваем змея так здесь кого здесь мы играем от защиты до защищаем наших стрелку и нашим и вашим да всем сестрам посетил раздадим его давайте пусть стрелки там своего прекрасного далекого продолжать стрелять по нам чтобы уж наверняка бычка добить да ну а чем на самом деле что замок то мы берем знаете у меня довольно большой стаж третий героев много чего я повидал в этой игре много какие карты были сыграны но более убедительные победы пожалуй не было конечно здесь это были определенные условия да прежде всего ману у нас кончилось прежде всего но у нас был отряд базовый да с которым мы начинали ну конечно нам его давали для других целей прямо скажем то есть предполагалось что мы используем его для захвата нейтральную раму который вот здесь на северо-западе все так же стоит и продолжает быть ну я надеюсь нейтральной сейчас мы узнаем на самом деле если мы убьем оппонента и компьютер не проиграет значит его кто-то захватил если проиграет значит все так куча куча коричневый терпит поражение поздравляем все ваши враги побеждены победа осталась за вами и рейтинг рамп красный дракон да ну 15 дней у меня ушло на прохождение карты пират честно остался очень доволен очень прям порадовался знаете бывает когда проходишь карту героев не важно когда достигаешь победы добиваешься победы в любой игре компьютер не компьютер не важно в любом состязании у тебя положительные эмоции но в некоторых случаях они там особенно положительные это как раз тот случай это было очень круто это было пожалуй мое лучшее прохождение героев которые которые только были до сегодняшнего момента догадка которую я высказал в начале сценария на о том что а давайте мы попробуем пойти на юг разгромить и найти там да и разгромить вражеские города она сработала в полной мере ну что я думаю вы также получили удовольствие от этого видео спасибо вам что были вместе со мной ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал после такого прохождения сценария сделать это просто необходимо с вами был антиквар увидимся на прохождение сценария героев третьих спасибо за внимание счастлива